АТЕИЗМ АТЕИЗМ Здравствуйте, друзья! Зовут меня Алексей. Поскольку я категорически не люблю микрофоны, то я всё-таки постараюсь говорить так. Я думаю, меня слышно на задних рядах. Задние ряды молчат. Ладно. Будем считать, что слышно. Итак, область моих научных интересов это формирование атеизма в СССР. Здесь надо понимать, что атеизм как явление он достаточно многогранен. Он создавался не разово. Он создавался из абсолютно разных течений. И, соответственно, советский атеизм это такой очень сложный конструкт, в котором нам предстоит сегодня разобраться. Сразу скажу, что мы сегодня будем говорить о истоках и первом периоде, то есть 1917-1940, первый год. Это этап становления, пробы пера. Там было много всего интересного, о чём я сейчас, собственно, я постараюсь вам рассказать. Итак, собственно, с чего начнём? Зачем нам это нужно? Нам это нужно, потому что в современном мире, в современной России, власть и церковь идут вновь на сближение. Посмотрите на картинку. Таких картинок я, когда делал презентацию, набрал полный интернет. О чём нам это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что в современном российском обществе, после советского периода, когда церковь была не только отделена от государства, она, в принципе, была максимально отделена от социума, церковь сейчас пытается вновь выйти на ведущие роли. И поскольку сейчас создаётся некая российская идентичность, то церковь, на мой взгляд, в формировании этой идентичности пытается играть достаточно значительную роль. Поэтому, в принципе, всю историю церкви и, соответственно, историю борьбы с церковью в советском периоде нам необходимо знать, чтобы понять, какие модели церковно-государственных взаимоотношений уже были до этого, и какие у нас могут, соответственно, быть после того, как, то есть, обращенные в будущее уже. Итак, до того, как мы перейдём к атеизму, давайте заметим два переломных момента в церковно-государственных отношениях в России. Первый – это XV-XVI века, падение в Византии, идея Москва, Третий Рим. Церковь ставится в зависимость от государства, государства, становится теопрактическим. Наибольшего расцвета это достигается при Иване Грозном, когда митрополита он не просто убрал, как неугодного, дошло дело до физической расправы, и, соответственно, церковь теперь не может выступать обличителем государства, церковь может только санкционировать какие-то государственные действия. Второе – это учреждение Святейшего Правительствующего Синода при Петре I. Тогда как раз теократическое государство потерпело крах, церковь подчинена государству, но здесь процесс шёл в абсолютно обратном направлении, потому что, допустим, в Европе был долгий процесс борьбы с церковью, как бы от деления церкви, от государства, у нас же пришёл Пётр и сказал, такого больше не будет. Хорошо, поэтому, соответственно, церковь у нас теперь является частью государства, и 18-19 век, начало 20 века, церковь – это часть государства. Соответственно, если вы недовольны властью в России, вы просто не можете быть довольны церковью, потому что церковь, всё то, что делает государство, она санкционирует. Соответственно, нигилисты, народовольцы, революционные демократы, они все считают борьбу с церковью частью общей борьбы с государством. Здесь эта картина Перова «Крёстный ход на Пасху». Собственно, интеллигенция 19 века, второй половины, воспринимала. Ну что ж, теперь перейдём, собственно, к истокам. Основой советского адызма являются произведения Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Это ни для кого не секрет. Все об этом знают, но, тем не менее, давайте пробежимся вот в каком аспекте. По ним. Маркс и Энгельс писали многое, писали плодотворно. Многие, может, даже их читали или хотя бы знакомы с какими-то основными положениями. Они также много писали о религии. В какой-то степени Маркс, в большей степени Энгельс, но, тем не менее. Если говорить о том, что же они привнесли и что важно было потом в советском обществе, это религия, это отражение развития общества. Христианство санкционирует угнетение народа, потому что если тебе воздастся в следующей жизни, то, соответственно, здесь ты можешь потерпеть, тебе потом воздастся. Это крайне не устраивало атеистов, потому что они говорили, надо строить новые взаимоотношения здесь и сейчас. Плюс XIX век – это развитие естественно научного знания, это позитивизм. Тогда наука сделала очень большой скачок вперед, и, соответственно, появилась идея о том, что мы, мир этот, познаем настолько полно, настолько общо, что не будет просто тех областей, в которых бы мы не понимали, что происходит. То есть, соответственно, нужно было бы какое-либо божественное вмешательство. Мы узнаем, кто мы, откуда произошли, что такое Земля, почему она вертится и так далее. То есть, соответственно, религии там просто не остается места. И последнее – это религия отпадет тогда, когда закончится эксплуатация человека человеком. То есть, после капитализма будет коммунизм, будет все хорошо, человек человеку перестанет быть волк, и, соответственно, люди просто не будут нуждаться в том, чтобы здесь какие-то свои нужды переносить в жизнь, грубо говоря, в следующую. Теперь обратимся к российскому обществу на рубеже XX века. Здесь, если вы знаете, что такое круги Эдлера, я попытался их нарисовать. Попытался, но не получилось, потому что я все же не технарь. Технари будут на следующей неделе. Вот, поэтому, что нам тут важно? Надо понимать, что в советский период пытались строить примерно такую систему. Были Маркс и Энгельс, потом был Ленин, потом стало все настолько хорошо, что дальше уже и, в общем-то, не надо. Надо понимать, что российское общество рубежа XX века – это очень много вот этих кругов Эдлера, которые нам показывают о том, что мысль, она шла в разных направлениях, и это мы сейчас знаем, как оно все обернулось, но на самом деле понять, чем оно закончится тогда, было совершенно невозможно, поэтому мы кратенько пробежимся в приближении таком. То есть, что об атеизме и религии говорили определенные представители этих направлений. Итак, начнем с богостроителей. Богостроители – это часть марксистов, которые заявляли о том, что в полуграмотной крестьянской стране Маркс и Энгельс, их идеи просто не могут быть нормально восприняты, поэтому нужно пилюлю марксизма подсластить религиозной оболочкой, под которой народ, который склонен к мессианству, он лучше воспримет, собственно, марксизм. Основные деятели этого направления перед вами. То есть религия без бога, я прошу заметить, без бога, но тем не менее богоносец есть, творец есть, то есть, соответственно, есть все религиозные атрибуты, но нет самого бога, а бог заменяется человеком. Теперь боговорцы. Это те, кто говорили из стана марксистов. Хорошо, мы применительно к России будем аккуратны в религиозном вопросе, мы будем делать ставку на просвещение, но тем не менее мы не будем искажать идеи Маркса и Энгельса, не под каким предлогом. Это Георгий Валентинович Плеханов и Владимир Ильич Ленин, он специально тут молодой, он еще не глава государства, он еще живет в Швейцарии, он теоретик. Следующее. Русская религиозная философия. Это еще одно направление, которое в советское время попросту замалчивались. Гердяев, Булдаков, Федоров, Соловьев. Собственно, сами их идеи, они очень перекликались с богостроителями, но нам здесь важен еще вот какой аспект. Гердяев, он после того, как уехал во Францию в 1920 году, он потом осмыслял, собственно, а что же такое марксизм, то есть что вообще приключилось-то с российским государством после революции. И он выделил вот такие признаки религии, которые присутствуют именно в марксизме советского образца. То есть это догматичность, ортодоксальность, священное писание и так далее, и тому подобное. Сами вы здесь прочитайте. То есть, соответственно, они говорили о чем? Маркс и Энгельс заявляли об отказе от религии. В России все социал-демократы сказали, хорошо, от религии мы отказываемся. Но тем не менее, если начать кабак, если начать смотреть, то на самом деле тот конструкт, который получился по итогу в советском обществе, очень схож с религией. Просто это была религия без бога. Теперь немного об официальной печати. Если кратко, то они говорили о том, что атеизм – это крайнее нездоровое состояние души, что атеизм – он безнравственен. Но тем не менее, философия, наука даже в официальной печати признавалось то, что это другое, это не атеизм. И поэтому, соответственно, атеизмом признавалась очень маленькая часть, очень маленькая часть общества. И, соответственно, гонений на науку, гонений на философию было, поэтому, на мой взгляд, в Российской империи меньше, чем могло бы быть при более ортодоксальных, так сказать, позициях. Классики советского атеизма. Если брать их философские размышления, то, собственно, к идеям Маркса и Энгельса они практически ничего не добавили в общей философском большом контексте. Луна, Чарльз, Гойч, Гурвевич, Сварцов, Степанов, Ярославский, они все занимались какой-то своей частью атеизации советского общества. Владимир Ильич Ленин был фигурой гораздо более знаковой, но, тем не менее, его наследие очень сильно распадается на две части. То есть для массовой печати он писал о том, что да, хорошо, мы не будем бороться, мы не будем запрещать, мы будем естественно научным знанием просто изживать религию из социума. Но как мы потом посмотрим на примере антирелигиозных кампаний 20-х годов, Владимир Ильич Ленин как практик к этой позиции не всегда придерживался. Соответственно, законотворчество. Надо было как-то закрепить то, что советское государство у нас атеистично. Собственно, в январе 1918 года практически сразу декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. В конституции у нас закреплено свобода совести, свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды. Там мы далее посмотрим по институции 36-го и антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами. Соответственно, что мы здесь видим? Мы видим, что в 1918 году было более мягкое законодательство, в 1936-м же свобода отправления культов она была, точнее, она декларировалась. Но, тем не менее, свобода религиозной пропаганды, передание религиозных учений там накладывались это все на очень жесткие рамки. И теперь, соответственно, переходим к тому, ради чего я, собственно, сюда пришел. Антирелигиозная пропаганда на практике. Это гораздо более для вас может быть интересно, там больше картинок, больше интересного. Поэтому давайте рассмотрим этапа 3, вы их видите сейчас. И кратко пробежимся по основным позициям, то есть в рамках чего эта антирелигиозная пропаганда у нас вообще где она была. Советский антирелигиозный плакат. Тут он, собственно, хорошо распадается на те же 3 этапа. И теперь посмотрим на конкретные проявления. 18-22 год. Теперь посмотрите. У нас капитал обязательно идет в союзе с религией. То есть идут обязательно кресты у капиталистов. Кто против Совета? Это армия, это опять же капитал, это обязательно поп. То есть ситуация у нас довольно устойчивая. Вот тоже 1 с ложкой 7 раз ложкой обязательный персонаж. Теперь 20-е годы. В 20-е годы пытались уже больше скрыть естественно научные корни религии. То, что у нас говорили Маркс и Энгельс. Особенно это хорошо видно на этом блокаде. крестьянин, который смотрит в микроскоп и под этим микроскопом он видит собственно все общество и всю его эксплуатацию. 30-е годы образ осажденной зеркви, извините, образ озожденной крепости. И очень много становится вот таких блокадок. Иосиф Виссарионович Сталин очень много печатают уже Сталина об атеизме религии и церкви. Постановление такого-то пленума и так далее и тому подобное. Кино. В 20-е годы выходят игровые картины антиривидиозного содержания, но их достаточно мало. В принципе кино до революции оно было, но оно было в таком более зачаточном состоянии. В 20-е годы собственно в Советском Союзе это такая проба пера в киноискусстве тоже. Много снимается документальных фильмов. Я пытался их найти. К сожалению в моей доступности их нет. Однако в 30-е годы антирелигиозные картины не снимаются, но кино формирует советские героические образы, в которых религий нет места. Давайте сейчас посмотрим. Это плакат картины антирелигиозного содержания. Здесь же это сталинское кино, которое суперпозитивное. Оно собственно в нем просто нет места религии, поэтому об этом и говорить соответственно не надо просто. Это и так понятно, что там в советском обществе религии быть не может. Музей. Если кто-то бывал в Санкт-Петербурге, это Казанский собор, но это Казанский собор времен, когда в нем базировался музей истории религии. в нем был Майя Кухо, который показывал о том, что земля круглая, что земля вращается. И соответственно музей выполнял не только проследительскую функцию, но он выполнял функцию десакрализации. То есть было святое место, в которое люди ходили отправлять свои духовные нужды, сейчас там музей истории религий и соответственно это уже можно сказать церковь науки. Далее художественная литература. Тут все сложнее, потому что допустим тот же Владимир Майковский он писал стихи антирелигиозного содержания, он написал пьесу Мистерия Гуф, которая шла с успехом во всех советских театрах. Но тем не менее он был гораздо более разносторонней личностью. Второй можете посмотреть Демьян Бедный. Он не имея такого художественного таланта в 20-е годы очень сильно поднялся на своей насмешливости по отношению к старому режиму, однако в драмках сталинской культурной революции был совершенно забыт. Периодическая печать. Кстати, многие плакаты, которые вы видели до этого, печатали в журнале безборнику слонка. И соответственно там также в 20-е годы позиция была более мягкой, в 30-е более жесткой. То есть соответственно этот период в принципе достаточно жестко распадается на два этапа. Теперь антирелигиозный праздник. До этого были праздники церковные. Пасха, Рождество. Соответственно их надо было чем-то заменить, потому что комсомольцы не могли праздновать допустим Пасху. Поэтому чтобы в семьях Пасха не праздновалась, сделали анти-Пасху, анти-Рождество, то есть заменили как раз этими так красными обрядами, как в литературе пишут. И соответственно можем тут посмотреть. Вот написано 1922 года Мария рожала Иисуса, 1923 родила комсомольцы. И анти-религиозные кампании, о чем я собственно говорил несколько раньше. При всем том, что говорили, что с религией надо бороться из-под воль, надо привносить естественно научное знание в народ. Тем не менее в 17-м году у нас гремит кампания по вскрытию и ликвидации святых мощей, когда собиралась большая толпа людей, брались камеры, шли в церковь, какого-нибудь святого раскрывали и оказывалось, что там допустим три палки и кусок ваты. Это все печаталось естественно тут же в прессе как вековой обман религии. Ничего кроме озлобления у истинно верующих это конечно же не вызывало. 1922 год. Компания по изъятию церковных ценностей. Собственно вот тут на фотографии это все церковные ценности, которые пересчитываются. Немножко придется отступить. В 1921-22 году в СССР был ужасный голод. Соответственно помимо чисто практической борьбы с голодом и создания того же помощи голодающим Владимир Ильич Ленин задумался о том, чтобы одним ударом убить двух зайцев. То есть кроме помощи голодающим еще изъять все церковное имущество, которое представляло какую-то действительно материальную ценность под соусом того, что церковь не хочет помогать голодным. 1929 год. Компания по снятию колоколов. Тогда шла индустриализация. Тогда объявили о том, что колокола нам нужны в промышленности. Их переплавят и сделают из них советские трактора и так далее и тому подобное. 1931 год. Разрушение храма Христа Спасителя в Москве. Надо понимать, что разрушение храмов велось с 1917 года и велось достаточно успешно. Но тем не менее в Москве храм Христа Спасителя как наиболее знаковый, наиболее большой, его разрушили. На его месте хотели построить дворец Советов, самое высокое здание в мире на тот момент. Однако потом грянула война. Естественно, этот проект не могли осуществить. И очень долгое время там был бассейн Москва на месте храма. И последнее это атеистическая школа. Поскольку большевики понимали, что в полуграмотной стране поколение если отцов его придется переучивать долго и упорно, то поколение детей, которое было фактически изъято, оно под воздействием школы могло достаточно быстро впитать идеи атеизма. И школа как социум выступала за атеизацию детей с учетом религиозности их родителей. Это да, но тем не менее перегибы были и тут, потому что были так называемые черные доски, когда в школе стояла доска, на которой писали имена и фамилии всех детей, которые пришли, допустим, на Пасху. И потом, соответственно, их разбирали на общих собраниях. Собственно, о чем это все свидетельствует? Советский атеизм это сложный конструкт, взаимодействие на который оказывало множество факторов, порой разнонаправленные. И я вам, собственно, попытался обрисовать то, из чего прорастал этот конструкт и то, во что он по итогу вылился. Ну, если совсем кратко, то цель тотальной атеизации населения достигнута не была, однако внутренние проявления религиозности удалось свести на нет. Если кого-то что-то заинтересовало, я особенно советую книгу Выклинах. коммунизм как ревидия интеллектуала и октябрьская революция и Берляев истоки и смысл русского коммунизма. Вы найдете в этих книгах, я уверяю, много для себя нового и интересного. спасибо у меня пожалуй все. Вопросы? Есть. Вы сами проводили эту презентацию и вы сами верующие не атеизм? Верующие? Я просто как человек науки могу верить, но тем не менее заниматься атеизмом, потому что это действительно очень интересный вопрос. Здравствуйте. Можно? Вопрос такой. Если в двух словах можете рассказать дальнейшую судьбу вот этой всей антирелигиозной кампании? Почему она была свернута, почему она прекратилась или как-то она... Ну и дальше шла вплоть до... Хорошо, я понял. Если в двух словах в 30-е годы когда собственно пришло... То есть большевики, когда пришли к власти, они действительно думали о том, что как приход к коммунизму, так и атеизация населения это дело ближайшего будущего. То есть вот еще чуть-чуть, вот сейчас и мы уже все с религией бороться не придется. Когда они поняли, что корни у религий растут достаточно глубоко и вот так вот просто с насколка их не выкачивать, тогда собственно у многих на самом деле просто опустились руки. То есть конец 30-х годов тогда декларировалось то, что атеизация населения идет большими темпами, по факту же ничего такого не происходило. Потом грянула вторая мировая и так получилось. И поэтому уже с 50-х годов и дальше идет уже не вот подобные компании, а уже конкретная атеизация школы, выпуск большого количества научной литературы, так продолжалось до 80-х годов, а потом когда вдруг все решили, что коммунизм нам больше не нужен, соответственно эту ситуацию я описал в актуальности своей темы. Примерно так. там был вопрос? Да, он у него ответил. А в французском? В смысле у него тоже антирегиозная политика такая русская была. Хорошо. А, у Никиты Сергеевича? Ну у него тоже была компания про нее что-то сказать. Можете? Вы знаете, про Никиту Сергеевича я лучше говорить не буду, потому что там на самом деле просто все было по-другому. Потому что там после вот того, когда первый вот этот этап провалился, тогда надо разбирать совершенно другие уже вещи, другие попытки. Я сейчас просто не могу вот так в двух словах сказать. Там было уже это совершенно новый этап. Давайте его пока оставим. Если Дарья меня пригласит, я на следующий раз сделаю продолжение. Позвольте? Да, конечно. А вот Вы упомянули антипасху. Как она выглядит, эта антипасха? Или хотя бы сейчас будет троица, к примеру, как должна выглядеть анти-троица? Антипасха выглядела примерно вот так. Тут фотография размытая, но тем не менее. идея была в чем? Чтобы не дать народу спокойно праздновать Пасху там, где-то по домам или тем более в церкви, надо создавать как можно более массовое, как можно более шумное событие, на которое бы пришло как можно большее количество людей, которые должны были создавать вот это пространство, в котором просто допустим молодежь. Молодежь очень активно туда включали, там было весело, там было шумно, там сжигали чучело попов, то есть пытались вынимать население на свою сторону, хотя бы его молодую часть наиболее подвижную. То есть проходили шествия, карнавалы, сжигание чучел и так далее и тому подобное. Есть ли у вас какие-то работы посвященные этой тематике? Да, у меня есть две статьи, но вышли они в журналах вестник Омского университета и Омский научный вестник, поэтому если хотите, лучше найдите меня вконтакте, меня зовут Алексей, фамилия моя метель, я вам могу их выслать на почту, это будет гораздо проще, нежели вы попробуете поискать так. Да? Или нет еще? Чего у вас? Посмотрите, у нас получается ситуация, что в царской России религия была инструментом управления общества, ну, одним из инструментов. Да. В советской России у нас идеология была, ну, то есть заменила религию, по сути, заняла ее место и стала инструментом управления общества. А как вы считаете, почему сейчас мы выбираем путь опять возврата к религии, которую, если так поприкинуть, за то время, пока она была, ну, и за то время, пока была идеология, за те несколько, скажем так, десятков лет, пока, скажем, стояла идеология, мы ракеты в космос запускали, и прорывы делали, и все остальное, а религия, в принципе, до этого была непонятно сколько веков, и как бы, ну, никуда не двигалась. И сейчас наша страна выбирает религию, опять же, вместо... Хороший вопрос, спасибо. Куда это приведет, я, конечно, говорить не берусь, вот, но, тем не менее, видите, в 90-е годы мы решили о том, что мы будем ориентироваться на Запад, мы будем перенимать западные образцы, и по ним построим свое нормальное гражданское общество. По разного рода причинам этого не получилось. И поэтому, особенно сейчас, когда мы оказались еще от Запада вот в последний там год-два еще больше вакууми, в том числе и идейным на самом деле, то мы просто должны на чем-то строить свою российскую идентичность, потому что советская идентичность была построена понятно на чем, российская идентичность до революции была построена понятно на чем, сейчас же, собственно, непонятно, что нас должно объединять. должно объединять нас как народ, как общество. Поэтому я думаю, что это просто попытка формирования своей вот этой идентичности русской, опять же, не основанной на идеях Запада, потому что с Западом у нас почему-то не получается вести нормальный диалог. на мой взгляд с точки зрения у нас есть Иран, есть Китай. Иран это чисто религиозное государство, в котором, скажем, мы будем там верховный, он обладает большей властью, чем президент. Есть Китай, в котором, ну, заикнешься, но не о том, вот и закончится. Но Китай же, он до сих пор государство социалистическое. Нет, он бесспорно социалистическое, но у них идеология впереди. Так, и у нас должна быть идеология впереди. Она, мне кажется, это вопрос уже ближайшего будущего, что она и у нас будет впереди, но надо понять, на чем нам ее строить. Потому что в Иране после революции там же тоже хотели на самом деле чего? Гражданского общества, но власти пришли самые крайне-крайне-крайне правые. Вот. И я думаю, что иранское общество это тоже, в общем, устраивает не особо, но там ситуация другая, там государство восточное. У нас же мы должны были к чему-то прийти, и, как мне кажется, мы обратно приходим к религии. Спасибо. Ну, все, так все. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ